Особое мнение на 101FM Размещают многие наши коллеги 7 на 7 активно публикуют вас Мы опубликовали тоже один из ваших Последних блогов, который был посвящен Митингу против мусорной реформы Который проходил в минувшее воскресенье У нас в нашем гайд-парке В сквере борцам революции И вопрос, который вы там задавали Он, мне кажется Стоит того, чтобы его обсудить И сейчас тоже Я его, кстати, обсуждала вчера с Леной Шмулевич Тоже в особом мнении Главным редактором РЕН-ТВ Почему так мало людей приходит на митинги У нас пришло порядка 140 человек По различным отчетам В Чебоксарах 200 В Пензе 50 Ну, в общем, такой вот расклад Что из 26 регионов В Российской Федерации Не то, чтобы в Кирове какая-то была уникальная ситуация Что мало людей или много, может быть, это приходит Но во всех городах Собственно, приходит порядка От 50 до 150 Ну, край там 200 человек на вот этот митинг Если мы не говорим про Москву Которая отказалась от введения мусорной реформы Да, пока не торопятся Еще там три региона Почему? Ну, в целом у нас не только по этой теме Какая бы тема Не возникала Ее, может быть, очень много обсуждают на кухнях Обсуждают в интернете И кажется, что Интерес не огромный Много вопросов Много недовольства даже возникает Когда идет Именно такая публичная акция Людей приходит очень мало Но объяснить это ведь можно Очень просто У нас В последние годы Выпущена масса Нормативных документов Законов Которые ужесточают Проведение митингов Которые вводят довольно серьезное Наказание за Какие-либо там нарушения И мне кажется, что Основная масса людей У нас просто Опасается сегодня Идти на этот митинг Потому что мы видим Средства массовой информации Как люди оказываются Потом в заключении И платят штрафы И тому подобное И подвергаются пыткам Никому, наверное, этих проблем Не хочется Поэтому и не ходят Это одна сторона проблемы А второй момент Это то, что Общество сегодня Ну, я бы так сказал В некотором Может быть, моральном На кауте находится И люди не верят Сегодня практически Никому Чтобы идти на митинг Надо, чтобы была Какая-то сила Которой люди доверяли За кем-то идти Да Сегодня не доверяют Политическим партиям Посмотрите, у нас сегодня Политические партии Они практически Без сторонников Составы политических партий У нас в Кирове Где-то больше 20-50 человек Мы их не найдем Скорее всего Мы имеем в виду Парламентские партии И парламентские И непарламентские А не парламентские Там вообще такое ощущение Что один-два человека Да Какие-то общественные движения Их массовых тоже нет Поэтому раз не доверяют Теперь мы даже По опросам наших Социологических центров Видим Что последний оплот Кому люди еще доверяли Это телеканалы Они тоже просили Очень сильно Раз нет таких сил Кому бы доверяли То людей не выходят Январь 2019 года Последний опрос Левада центра О доверии власти 45% Говорит Что страна движется По неверному пути В январе 2018 года Так считали 28% Это самый высокий Показатель С Я вам скажу Сколько я сказал 45% Это самый высокий Показатель С 2007 года Когда люди определяют Что страна движется Не по тому пути Хотя вспомните Еще не так давно Еще там В 2014 году Да еще даже В 2016 году Да даже в 2017 году Зашкалили рейтинги Власти Конечно 2018 год Он стал переломным С этой точки зрения И все это не случайно И конечно Здесь Прежде всего Сыграло свою роль Вот это повышение Пенсионного возраста Когда люди готовы были Идти на диалог Они верили Что их выслушает Центральная власть Региональная власть Что в конечном итоге Реформа все таки Не будет в таком жестком варианте Проведена Как она состоялась И увидев Что в принципе Никакие Миллионы подписей Которые были собраны Ни на кого не повлияли Никакие Митинги Пусть они были Тоже не очень Многочисленные Но их было Но побольше Но их было много Не повлияли Поэтому Конечно Отторжение Определенное От власти Которая не хочет Идти на диалог Оно Сегодня Очищается Они власть Не принимают Вот этот путь Но боятся Все таки И власть Собирается Принимать И новые законы О закручивании Гаек В интернете За критику Власти Как думаете Пройдет этот закон? Я думаю Что пройдет Пока еще Тенденция такова Что Кажется Людям Которые Вот Инициируют Подобные Нормативные документы Мне кажется Они плохо Научены Вот Именно Нашему Историческому Опыту И Считают Что Вот Сейчас Вот именно У них Это все Прокатит И Вот у нас Такой Такой Смирный Такой Терпеливый Такой Народ Которым Можно Как угодно Помыкать И мы Закрутим Гайки До того Что Никто И пикнуть Не сможет Вот такое Ощущение Иногда Складывается И при этом Так как Например Я Да Вот я Не в верхних Эшелонах Общаюсь Я общаюсь Просто с Обыкновенными Людьми И я вижу Насколько Нарастает Раздражение По самым Мелким Сейчас даже Мельчайшим Поводам Раздражение Но рано или поздно Оно будет Выплескиваться Проблем Будет только Больше От всего Этого Закручивания Если С людьми Не говорить Не Выслушивать Их Не Идти на Определенные Компромиссы Может быть Иногда Уступать Потому что Сильная Власть Это не та Которая Любое Своё Даже Самое Какое-то Решение Идиозное И уже Всем очевидно Что оно Глупое Ненужное И Неправильное Но она Все равно На самом деле Иногда Именно Спокойный Разговор Согласие Компромисс Они Намного Больше Авторитета Власти Придают Игорь Зачем Говорить Если 150 человек Вышло На мусорный Митинг И не Больше Количество Выходило На митинги Против Пенсионной Реформы Да Мы все Возмущаемся Вот вы Пишите В своем Посте Он размещен На нашем Сайте Хакира.ру Пост Чей там Голос Из помойки Около 150 кировчан Поддержали Всероссийский Экологический Протест И вы же Там пишите И приводите Слова людей Которые Туда пришли Что все Возмущаются На кухнях Но никто Не выходит Это самое Главное Для власти В интернете Уже Подкрутили Статьи Одну Другую Третью Четвертую Пятую Ввели Там Одну Другую Убрали Но новые Сейчас Ведут Подумаешь Пусть Говорят На кухне Что угодно Водки Будут больше пить Пожалуйста Говорите Аналогичная Ситуация Была В начале Прошлого Столетия 20 Когда С 81 Года В России Существовало Положение О чрезвычайной Ситуации И Местные Власти Губернаторы Имели Огромный Круг Полномочий Для того Чтобы Закрывать Предприятия Закрывать Средства Массовой Информации Высылать Неугодных Лиц За пределы Губернии И так далее Более 30 лет Это чрезвычайное Положение Сохранялось И всем Казалось Все нормально В 90-е Годы Тишина При Александре Третьем Тишина В начале Царства Николая Второго Тишина И что Потом Вал Пошел Вал Который Невозможно Остановить Вот Самое Это опасное У нас В том Что Не Народ Сбунтуец Когда В принципе У нас На самом деле Люди Очень Лояльные К власти Всегда Они лояльны Они любят власть Они слушают Всегда Готовы Но когда Их доводят Уже До Крайнего Состояния Крайнего Состояния Может возникнуть Конечно Вот Чего бы Никому не хотелось Да Какие-то Эксессы Конфликты Вот Как У нас Президент Говорил Мы Не Хотим Как В Париже Да Вот Что Начнут Там Жечь Автомобили Бить Стекла Ну Наверное Вот Таких Эксессов Мы Не Хотим Но Чтобы Их Не Допускать Не Только Надо Принимать Репрессивное Законодательство Надо Прислушиваться К Реально К Тому Почему Люди Недовольны И Объяснять Свою Политику Прервемся На полминуты Это программа Особое мнение И свое особое мнение Сегодня высказывает Директор Средней школы В Ахрушах Игорь Олин Возвращаемся в студию Это программа Особое мнение У микрофона Сегодня работает Светлана Занько Свое особое мнение Высказывает Игорь Олин Директор Средней школы В Ахрушах Я напомню Нашим слушателям Что Пост Пост Игоря Который называется Чей там Голос из помойки Размещен на нашем сайте Ихакирова.ру Вы можете Зайти и почитать Это такой репортаж Репортаж С митинга Против мусорной реформы Который состоялся Третьего числа В воскресенье И в нашем городе Тоже Следующий вопрос Который я хотела С вами обсудить Это вопрос По передаче Или не передаче Здания костела Католическое общение Города Кирова Суд продолжается По поводу костела Правительство Кировской области Во владении Которого находится Это здание Постоянно Приводит новые доводы Почему нельзя Костел передавать верующим И в данный момент Как пишет Ян Чепотарев Который представляет Интерес католика Католиков Власть не считает Что это здание Вообще имеет Религиозное назначение Поскольку в 90-х годах Получился новый объект После реконструкции И закон О возврате имущества Религиозного назначения Религиозным организациям Считает наша власть На него распространяться Не должен Борьба Давно уже идет За этот самый костел И Я помню Только при Никите Юрьевич Пилых Каким-то мирным путем Пытались решить Этот вопрос Потому что Сначала же Всегда у нас Власть упиралась В орган И говорили Что мы решимся Культурного достояния У нас не будет Концертов и прочего Никита Юрьевич Тогда предлагал Построить органный зал И даже Помещение под это место Подыскивали И вроде нашли Дом офицеров Которые через Военно-историческое Общество Хотели отреставрировать Его отреставрировали Кстати Он стоит Но никто не знает Что там внутри Потому что Регионы его так и не передали Он федеральным А это здание Федеральным Присутствие Но вот за костел С органом Идет вот сейчас Такая битва Мне хочется узнать Вашу позицию У нас тут разные позиции Звучали Абсолютно разные Передавать Или не передавать Если передавать То в каком виде Если не передавать То почему Я приведу Вот сейчас Такой пример Я родом из Бобина Через который Проходит Великорецкий Крестный ход И Бобина Это первая Остановка Внимание К этому мероприятию Очень большое И со стороны Средств массовой Информации Даже в том числе Федеральных Все мы Знаем про этот Крестный ход И Там не было Никакого Культового сооружения Там церкви не было Она была разрушена В 30-е годы И возник вопрос Ну раз Все-таки такой ход Надо бы Что Церковь построить И у нас Местный священник Он И местный приход Они Эту проблему Пытались решить Посещая В том числе Митрополита Здесь несколько раз Помню как люди У нас там не очень большой приход Всего несколько десятков человек Но когда проходил Крестный ход Вот они собирали Всегда Какие-то средства Они Объехали кучи Всяких спонсоров Находили Самые разные варианты Им кто-то помогал В конечном итоге Вот они Деревянную церквушку Небольшую Смогли построить Купол на ней Все Это все Я видел Вот Прекрасно Понимал Насколько все это тяжело Сложно Люди Сами собрали Вот это общественное Было такое движение Поэтому Я вообще Не очень Согласен был С законом Который говорил О том Что нужно Возвращать Здание советской поры Религиозным организациям Я теперь понимаю Что возможно Здесь наблюдаются Некие двойные стандарты Потому что Православной церкви Целый ряд Зданий Был передан А у католиков Вот оно Одно здание Вроде бы Но Оно играет Сейчас Ну уже С советских времен Совершенно другую роль Именно роль Культурного центра Концерты В органном зале Ну и так далее В вашем представлении Костел Никак не связан С католическим Нет Конечно он строился Изначально Как Культовое сооружение Для католической общины В вашем представлении Как человека Который потребляет Извините Услугу культурную Да Слушает органные концерты Вы же были Наверное В Костеле Наверное Не так давно После реконструкции Как говорят власти Убрали все атрибуты Абсолютно там Веры И вот сейчас Мы помним Эти пустые абсолютно Стены Оштукатуренные Стоит орган Красный занавес Красный рояль И красная арочка Где Брачующиеся Фотографируют Вот вам Например Если окей Потому что Католики говорят Давайте совместно Использовать орган Не хотите вывозить Но мы можем Совместно Вот В вашем представлении Если Католикам Вот Очень простой Такой вопрос Дилетантский Передают костел Они возвращают ему Вид Религиозного Сооружения Там будут висеть Иконы Там вернутся Ну все что нужно Я плохо разбираюсь Но вот все что нужно Туда вернется По-моему у них нет икон И по-прежнему И по-прежнему Будут органные концерты Это вас будет как-то коробить Что вы придете Вот в такое здание А не в здание В нынешнем представлении Или нет Я думаю что Нет Меня это не будет коробить Мы когда приходим На западе Простите что перебиваю В огромное количество Совершенно открытых храмов Где кстати Тебя никто за руки Не дергает И не заставляет Там надевать юбку Платок и так далее Ну это Это мое Это уже моя боль Да Мне просто не нравится Когда я Иду по пути Например в храм И меня заставляют Покупать платок Если я вдруг решила В него зайти У меня нет с собой ничего Мне неприятно это Я считаю что это не очень правильно Это отдельный вопрос Мы сейчас не платки обсуждаем Но прекрасные органные концерты В культовых сооружениях Там Католических Каких угодно Лично мне никак не мешают Совершенно слушать музыку Вот я об этом хочу Спросить Я боюсь Что следующий повод Будет именно такой Если Ну тут Мне кажется Какая-то согласительная комиссия Может конечно поработать Если Есть Возможность Объединить Концертную площадку Причем она ведь там Своеобразная концертная площадка Там нет Эстрадных концертов Там никто С голыми пупами Не выступает То есть Классическая музыка В основном Мне кажется Что она и зарождалась Вот в этих католических храмах Многие мессы там Писали Как раз под них Поэтому Мне кажется Ну вот На мой тоже Дилетантский взгляд Объединение Наверное возможно И то это Чтобы угодить и тем И другим Еще один аргумент Который приводит И вы наверное Как историк Как раз его можете Тоже оценить Вот как раз Лена Шмулевич Вчера Сказала Ну вот смотрите Еще может быть Какая проблема Православная Эта церковь Она базируется Здесь в России И самые высокие чины Говорят Мы православное государство Если костел Будет передан католикам То он перейдет Во владение Ватикана И это может быть проблема Вы видите Здесь проблему Да нет Я не думаю Что Собственность Она Будет Общины Почему Ватикан То что Россия Православное государство Исторически Да Но Количество Верующих Православных Мне кажется Оно Немногим превышает Количество Верующих Католиков Кто реально Ходит в храм И каждое Например Воскресенье Да Тут Особой разницы Нет Вообще Кстати говоря Если мы будем Говорить о количествах Я тоже не помню Что в законе О передаче Помещений Да Религиозного назначения Зданий Сказано Что Делать это надо Исходя из количества Прихожан Ну и по-человечески Если подумать Мы оба с вами Закон не читали Толком Вряд ли там Такое сказано И по-человечески Так подумать Сколько там Этих католиков Сейчас в Кирове Сто Имеет ли смысл Ради такого количества Прихожан Передавать Здания Мне трудно сказать Сколько их Но наверное Их тоже не очень много Я думаю Что в пределах Что вы называете Может чуть больше Может чуть меньше Хотя католические общины Они сейчас становятся Опять же популярными Не знаю Откуда такая волна Я знаком с этим Потому что Моя хорошая подруга Одноклассница Живя в Москве Она сейчас Стала именно Членом католической общины Я смотрю Там ее Сообщения Я вижу Что Законом не запрещено Определяться с верой Каждый человек Конечно Свобода совести Да Вот у нас Поэтому Ради ста человек Двухсот человек Мне просто кажется Что если Этот закон Работал определенным образом С православной церковью С православными храмами То он аналогично Должен сработать И в данном случае С католическим храмом Вот так я полагаю Но если есть Возможность Все-таки Объединить Культурный центр И Предоставить место Для католиков Что они будут Проводить там Свои службы Встречи И Это был бы Наилучший вариант Без передачи зданий Наверное даже Без передачи зданий Но без передачи зданий Власти наши готовы Рассмотреть вопрос Об увеличении Количества мест Но надо понимать Что это Это значит Что Они не смогут Там базироваться Вот эта католическая община Она не сможет Это здание Рассматривать Как собственное Она будет Согласовывать Графики И прочее Это разные вещи У тебя есть дом Или нет дома Я сейчас озвучиваю Позицию католиков Которая была озвучена Здесь у нас тоже В эфире Ну Я здесь Наверное Не буду На стороне католиков Понятно Хорошо Это особое мнение Игоря Олина И мы продолжаем С темой Про То ли объединение То ли не объединение Но некая оптимизация Которая происходит С колледжами Культурного направления В нашем городе Речь идет О колледже музыкального искусства И речь идет О колледже художественном И о колледже культуры На прошлой неделе Очень активно О себе заявили Представители Колледжа музыкального искусства Нам звонили Тоже говорили Из колледжа Художественного колледжа Их волнует вопрос И студентов И преподавателей Возможного объединения Этих трех колледжев Единую структуру И перемещение их Из своих зданий В некое другое здание Вот эта вся оптимизация Людей очень волнует Дошло до того Что представители Колледжа музыкального искусства Написали Большое письмо Господину Гергиеву Большое величине В культуре И очень весомой В нашем В Российской Федерации Это письмо ушло Мы его тоже публиковали Оно есть в наличии Там стоят подписи Мы в связи с этим Естественно Предложили эфир Представителям колледжа Искусства Они не пришли сегодня Мы даже не знаем До сих пор По каким причинам Но зато пришла Татьяна Мазур Которая заявила В эфире Что вот сейчас Объединять Оптимизировать Ничего не будет Но тем не менее В течение уже года Работает рабочая группа Которая рассматривает Все вот эти вопросы Рассматривает все эти вопросы Конфликт Разгорается Вот на данном этапе Он разгорается Какие здесь минусы Мы видим И в конфликте Но в конфликте Могут быть и плюсы Какие-то Когда взрывается Что-то такое Нарыв вскрывается Может быть и плюс Какие мы в конфликте Видим минусы и плюсы И отдельно Мы тогда возьмем Гипотетические Или возможные Может быть вы знаете Какую-то другую информацию Объединение Вот этих трех колледжей Хорошо это или плохо Может действительно Пора уже объединять Может действительно Их нужно укруплять Может как сказала сегодня Татьяна Сергеевна Мазур Они могут обмельчать до того Что просто Прекратят свое существование Сами по себе Цивилизационно Так сказать Прервемся на полтора минуты И потом обсудим эту историю Продолжается программа Особое мнение У микрофона работает Светлана Занько Своё особое мнение Высказывает Игорь Олин Директор средней школы В Ахрушах Мне надо перестроиться Я слишком длинные вопросы задаю Но вернемся К возможному объединению Трех колледжей культуры В Кирове И я буду задавать вопросы По частям Хорошо это или плохо Если объединять Три колледжа Колледж музыкального искусства Колледж художественной И колледж культуры Общий тренд Сегодня у нас В государстве Прослеживается К созданию Крупных образовательных комплексов Мы видим Например По Москве Когда объединяются Сразу Там Множество Учебных заведений И директор Становится Такого Крупнейшего Комплекса Где тысячи Учеников Сотни Работников Мы увидели Это например При объединении Наших вузов Опорный университет Возник Раз такая политика Проводится Значит Власть видит Определенные плюсы Которые получаются После такого Объединения И наверняка Представители Тех кто Организуют Инициируют Подобные решения Они могут Объяснить Что же они хотят В конечном итоге Достичь Да То есть Это возможно Какие-то финансовые Возможности Дополнительные Кадровые возможности Я же с точки зрения Вот обывателя Сужу Да Обывателя Такого Школьного учителя Школьного директора Я против Крупных Крупных Комплексов Я все-таки Считаю Что Вот Особенно для школы Очень хорошо Когда эта школа Не слишком большая Чтобы там было Не две Три тысячи Человек А Ну пусть будут Двести Триста Четыреста Человек С какой целью Это нужно Чтобы Школьник Сотрудник Он чувствовал Себя В этом Учреждении Именно Как Учреждение Где Вот Для него Будто бы Это второй дом Где Руководитель Каждый сотрудник Знает Каждого Школьника Где мы знаем Друг друга Мы здороваемся Друг с другом Мы знаем О проблемах Друг Мы улыбаемся Друг другу А не просто Как потерянный По всем этим Многочисленным Зданиям Лестницам Кабинетам Носится Не зная Вообще Никого Вокруг Как он Тут какой-то Непонятный Чужеродный Элемент Вот Этот момент Поэтому Не всегда Вот это Объединение Мне кажется Уж настолько Много плюсов Дает Как дает Еще и Минусы Тем более Когда изучают Музыку Там же индивидуальное Обучение Это первый момент Второй момент У каждого Из этих учреждений Есть определенная История Определенные Традиции Свои коллективы И любое Объединение Оно приведет А мы переживали Такое объединение В Ахруше Когда у нас Две школы Объединили в одну Традиции разные И потребовалось Много лет Да и сейчас Еще некоторые Отголоски остаются Потребовалось Много лет Чтобы просто Люди Начали нормально Друг с другом Общаться Огромное количество Обид Все Вот это Не Не учесть Возникнет Множество Личностных Конфликтов Все это сказывается Конечно И на учебном Процессе И на учениках И на самих На взаимоотношениях На общей атмосфере Это ведь очень важно Какая атмосфера Творческие люди Они А творческие люди Они там мало того Что педагоги Они еще и творческие люди Да Все творческой профессии Они же очень равнируются Готовится Готовится какой-нибудь Там Юбилей Например Да Или все Работают на этот Юбилей Все с душой Хотят Ну лучше Свои Качества Показать Все друг другу Помогают Или все будут Злопыхателями И Какую-нибудь Подножку там Поставить Во время подготовки К этому Юбилею Что можно достичь Вот этим Объединением Чисто психологически Такая может Проблема Возникнуть Ну Вы заговорили Вот в самом начале Когда вы давали оценку Оценку возможному объединению Вы сказали Что есть общий тренд На объединение С целью приобретения Больших возможностей Финансирование Программы Кадры И так далее Вот из того Что сегодня Говорилось в эфире Из того Что написано Вот я лично Не увидела И не услышала Что колледжи Объединяются И перед ними Открываются Новые возможности Ничего такого Не сказано Пока что То что мы видим И то на что Обращают внимание Сотрудники Это страх Потерять историческое здание В центре города В котором не находится Второе тоже Училище В историческом здании Находится тоже В историческом центре Непонятно Кто будет руководить И кстати говоря На что еще Обращают внимание Спикеры Это тоже Отсутствие Харизматичных личностей Которые такие Объединенные Большие Образовательные центры Могут возглавлять Роль личности Никто еще тоже Не отменял Правда Особенно Мне кажется Это важно Вы сейчас Не знаю Может быть Скажете мне Что нет Когда вот такие Образовательные Культурные учреждения Вот кто возглавляет Вот десятилетия Уже говорим Об эффективных менеджерах Но вот должен быть Это человек от культуры Или не должен быть Это человек от культуры Мне кажется Обязательно должен быть От культуры Вообще Эта эпоха Эффективных менеджеров Она потихоньку Уходит Начинают понимать Люди Что нельзя Просто управлять Не зная Объекта управления И все-таки Советская система Она была эффективна В том числе Потому что Любой руководитель Он Прошел Вот эту лестницу От Каких-то Нижних должностей Двигался Все выше 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 Становился Потом Руководителем Предприятия Или какого-то Ведомства И прекрасно Знал Специфику Этой работы Поэтому Чтобы руководить Культурным учреждением Должен быть Человек Плоть от плоти Здесь Да Он конечно Трудно Такого человека найти Он должен Сочетать в себе Качество администратора И быть еще И хорошим музыкантом Да Или там Хорошим художником Быть авторитетным В своей среде Ну такие люди есть Они есть И что Примеров Мы такие Примеры такие видим Еще вот Одна мысль Мне тут пришла По поводу Вот всех этих Объединений То есть Можно даже Знаете Представить Такую ситуацию Но она Фантастическая Но вот Какую-то Идеальную ситуацию Вдруг Куча денег Появляется У нашего Регионального Правительства И мы строим Самое современное Самое замечательное Здание Для того Чтобы туда Совместить Вот эти Три учреждения Все туда Переезжают И все так здорово Все прекрасно Но посмотрите С каким минусом Мы сталкиваемся Вот сегодня Россия не самая Привлекательная Для туризма Страна Наоборот Мы хотели бы Съездить в Европу Посетить там Не знаю Рим Флоренцию Прагу Какие-то Такие города И люди Которые живут В этих городах Они что Говорят Почему вы к нам Едете Да потому что Мы не разрушали Здание 15 века 16 века 17 века Вы можете У нас Посмотреть У нас Город Живая История И сегодня Это Привлекательно Притягательно А нам Кажется Вот мы Пришли Сегодня До нас Будто бы Ничего не было Нет Вот этой Истории 70-летней 80-летней Этих Учреждений Нет Этих Коллективов Которые Традиции Которые Вот здесь Вот именно В этом здании Складывались Десятилетиями Это же Все Тоже То есть Не бывает Приобретений Без потерь Даже Если Мы Идеальный Вариант Рисуем И все Туда Переезжаем Мы Потеряем Традиции Историю Конкретных Учреждений Историю Конкретных Даже Выпускники Потом Скажут А куда Нам теперь Ити Нет Уже Наших Потому что Однозначно Здесь Будут Только Плюсы Вот Мы Много Чего Выиграем И мы Не Нарисуем Перед этими Педагогическими Коллективами Именно Картину Их Новых Возможностей И они Скажут Да Можно Попробовать Потому что Мы Оснастим Кучей Современных Инструментов Мы Предоставим Возможность Туров Со Своими Концертами По всей России И так Далее Если Мы Это Нарисуем И они Скажут Ну да Мы Согласны А если Просто Съехаться Там Потесниться Потому что У нас Денег Нет А эти Здания Не знаю Куда В центре Города Можно Кому-то Их Очень Выгодно Продать Я думаю Что это Не Подход Это Надо Избежать Ну вы Знаете Как ни Странно Как ни Странно Оказывается Старшеклассники Наши Несмотря На всю Популярность Чиновничьей Работы Или Работы В органах Особенно ФСБ Как выясняется Высокооплачиваемый И стабильный В большинстве Своем Мечтает Именно О творческих Профессиях Вы наверное Читали Исследование В ВВУ Прочитал Там Сколько там Больше Пяти тысяч По-моему Да Выпускников Поучаствовало В опросе И Те Кто не Собираются Уезжать Из Кирова Говорят Что им Очень Не хватает В кировских Вузах Прежде всего Творческих Профессий Сценаристы Режиссеры И прочее И прочее И прочее О чем Это нам Говорит Творческая Составляющая Это одна Из трех Самых Важных Составляющих При выборе Человеком Работы И При желании Его сохранять Эту работу Материальное Вознаграждение Отношение Начальства И Творческая Составляющая Три Важнейшие Вещи Поэтому Если ты Идешь В творческую Профессию Достаточно Если тебе Попадется Хороший Коллектив И хороший Руководитель Который Будет Тебя Ценить И человек Будет Работать На этом Месте Или Ему Предложат Более-менее Неплохую Зарплату Какие-то Заработки У него Будут Он Будет Работать На этом Месте Потому что Творчество Само по себе Притягательно Поэтому Конечно Здесь Надо гордиться Нашими Старшеклассниками Что они хотят В эту сферу Итей Они когда на это указывали Внимание Не просто Мы хотим Работать В этих Мы хотим Учиться Этим Профессиям Там еще Такой был вопрос Чего не хватает Именно Каких именно Не хватает Профессии Специальностей Да Что получать нельзя Вот и все Но этим надо Работать Может быть Учитывая Вот этот запрос Это ведь Запрос Сейчас стал ясен Видите как стыкуются Две вот эти истории Оптимизация Колледжей культуры Да То есть И запрос Старшеклассникам В принципе Люди-то У нас дети Да Вот подрастающее поколение Они готовы идти Наполнять эти залы Если будут хорошие преподаватели Хорошие программы Хорошее оборудование И результат Но они же видят этот результат В принципе Вот Я восхищаюсь всегда Работниками сферы культуры Очень Со многими знаком Сотрудниками Детских школ искусств Музыкальных школ Домов культуры Я восхищаюсь этими Сотрудниками Работниками Мы очень тесно Всегда вот С ними взаимодействуем И это Как раз Те люди Которые Прививают Своей деятельностью Любовь к тому месту Где мы живем Вот и задача Которую ставят нам Федеральное министерство И наши министры И зампреды Как сократить Отток молодежи Вот пожалуйста Она решается Возможно Глубоким анализом Таких опросов Спасибо Игорь Олин Это его особое мнение Мы сегодня слушали У микрофона работала Светлана Занько До свидания До свидания Особое мнение На 101FM